В Минеральных Водах прошла пятая спартакиада казачьей молодежи на приз архиепископа Пятигорского и Черкесского феофилакта. Ребята состязались в общей физической подготовке и особых казачьих умениях. Подробности в сюжете наших коллег. Соревнования организованы епархиальным отделом по взаимодействию с казачеством совместно с фондом Терское общество любителей казачьей старины. Мы в этот раз сделали крен в сторону традиционных видов казачьих состязаний. И мы из внезачетного сделали зачетным. Это рубку шашки. Мы сделали арабник сбивания предмета, метания ножа и ввели вообще новую такую дисциплину, как борьба на поясах. Традиционная казачья борьба, она характерна для всех степных народов. И в этот раз мы опробуем этот конкурс для капитанов команд, для атаманов команд, мы так называем это. Спортивный праздник начался божественной литургии. В Никольском храме. Затем построение на городском стадионе. Семь команд, представлявших Терское и Кубанское казачьи войска, прибыли из разных благочиней Пятигорской и Черкесской епархии. Участников состязаний благословил архиепископ Феофилакт. Мы решили этот день посвятить нашим родителям. И сегодняшние победы посвятить нашим родителям. Однажды они победили на нашей Кавказской земле и сделали ее нашим домом. И дай Бог, чтобы эти победы продолжались. Усердие, вере, через веру, через нашу надежду в сегодняшних трудах. Это победа над своей ленью. Победа над косностью. Победа над разобщенностью. Победа над всякими страхами. Мы живем у себя дома, на благословенном Кавказе. И дай Бог, чтобы вот эта самая главная победа всегда сохраняла наши казачьи общины. Среди состязаний, помимо казачьих конкурсов, общие физические дисциплины. Такие как жум гири, армрестлинг, подтягивание на перекладине, перетягивание каната. Раз! 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 Команда Павловского районного казачьего общества не пропустила ни одной спартакиады с момента учреждения. И хотя состав из года в год меняется, павловцы стабильно показывают высокие результаты. Сидя дома, не видя других казаков, других обществ, нельзя прогрессировать, нельзя дальше идти. И все-таки, как мы называем друг друга братьями, значит, такими должны и быть. Поэтому такие мероприятия, это наскрепление дружеское, во-вторых, физическое воспитание. Казаки тянутся, понимая, что такие мероприятия каждый год теперь проходят. За каждое успешно пройденное состязание команде начислялось определенное количество баллов. Суммировав их, определили победителя. Им стала команда Венцадского хуторского казачьего общества из Ставропольского края. На втором месте спортсмены из Карачаева, Черкесии, представлявшие преградницкое казачье общество. Бронза у казаков из станицы Котлеровской, Кабардино-Балкарии. Горжусь своей командой, которая заняла первое место, участвовала в первый раз, достойно победила. В трех номинациях была первой, в одной была в шаге от победы. Огромное спасибо нашей команде всей, которая действительно отработала на все свои 100%. Ну, что сказать, Люба. Все команды-участники спартакиады получили памятные дипломы, а победители – кубки. И в качестве призов – спортивные тренажеры от архиепископа Феофилакта. Мария Осинина, Елена Христосова, Артем Соломенцев. Студия «Благословенный Кавказ». Субтитры создавал DimaTorzok